Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Сергей Васильевич Гведукевич, на третьем Татьяна Николаевна Короткевич, на четвертом Николай Дмитриевич Улахович. Все регионы области активно принимали участие в голосовании. Наиболее общейся длительной цифры – это избиратели Наравлянского района, которые проголосовали, приняли участие в голосовании 98,3% и задействовавший президент Республики Беларусь, отдан на 98,3% голосов. Сегодня в нашей стране означается «День Мати». Это святое, которое в краинах света преподает на разные даты, в Беларуси традиционно означается 14-го Кострышника. На первые дни в Гомельском областном объединении профсоюза отбылось урочистое мероприемство и веншование женщин. Подробности встречи в материале Вероники Ворошилиной. Перед початком урошистости соправданные джентльмены, выхованцы Гомельского инженерного лицея МНС, як и належать, представниц прихожей половы человечества сустракают с кветками. На свято запросили больше 40 женщин, які працуют у розных галинах Народного господарчого комплексу Гомельщины, от промысловой сферы до бытового обслуговывания. Объедновывая их то, что у Сиены з'являются членами профсоюзов и клопотливыми мати. Пять детей у меня. Николай, ему 17, Алина 15, Тимофея ему 12, Никите и Матвею 7 и 5. Они очень дружны, особенно те, кто ближе по возрасту. Сирот запрошенных на мероприемство одразу некольки женщин выховывают пять и больше детей. И они мают гоноровое звание шмадетной мати и узнагороджены ответным орденом. Подчас душевной встречи гэтые мати-героини делились со своим особистым опытом и секретами на кон таго, и якими якостями повинны володать батьки, как побудовать зуртованную и великую семью и выхавать у ее добрых детей. Огромная концентрация внимания, огромной силой воли, огромной выносливостью и очень большой любовью, которая бы хватила на все проказы, на все их особенности, на все какие-то индивидуальные черточки, чтобы суметь их разглядеть, чтобы суметь их развить, чтобы они смогли воплотить все лучшее качество. Для гостей у расчистости в Доме профсоюза владелась и насыщенная концертная и меньшевальная программа с уделом юных гомельских узорочек. Подобные святочные встречи в Гомельском областном обедении профсоюза уже стали доброй традицией, и они зауседы проходят в теплой душевной атмосфере, в сопровождении щирых сердечных слов подяки и пожадания у адрес женщин мати. А как иначе, бог это самые дорогие и близкие для каждого человека. Метья кого самопособи велизарное бесценное счастье. Милые мамы, с праздником вас! Добра, счастья, любви и долголетия! Чем дольше вы живете на земле, тем больше и дольше мы чувствуем себя детьми и чувствуем себя совершенно другими, защищенными и высоко-высоко любимыми. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадио «Компания Гомель». В Беларуси протягивается традиционная кампания Белорусского товариства «Червоного окрыжа» «Клопот». Волонтеры проводят доброчинные мероприемства и сбирают охверования для одиноких состарелых, тяжких хворых и инвалидов. Напереды непроставники областной организации «Червоного окрыжа» наведали дом-интернат Васильевка. Зараз в доме-интернате проживают больше 140 ветеранов войны и працы, инвалидов. Гостям за все дырады и чекают с нетерпением. Волонтеры «Червоного окрыжа» тут бывают часто. На этот раз они привезли не только подарунки. Перед жахарами дома-интерната выступили артисты ансамбля «Молодицы» Народного клуба «Прометей». Люди наши всегда готовы, с нетерпением ждут разные концертные. Не только к Краснокрестному приезжают, но и для других организаций, с которыми мы сотрудничаем. Поэтому мы всегда добродушны, открыты и всегда готовы принять посетителей. Концерт продолжился больше за годину. Житесторжальный репертуар коллективу створил добрый настрой всем присутным. После кожны отримал невеликий подарунок от Белорусского товариства «Червоного окрыжа». Подобные мероприемства будут проходить в домах-интернатах и больницах Сестринского догляда по всей области. Насабливая увага одиноким со старелым, тяжкохворым и инвалидам, которые проживают во властных домах. Привлекаются волонтеры для обслуживания инвалидов, стариков. В основном это старики, которые живут в сельской местности. Районной организацией Красного Креста в нашей области составлен определенный план, по которому они работают. Завершится кампания «Клопот» на початку «Снежня». Максим Савин, Сергей Лукашук, телерадио «Компания Гомель». Узорный хор хлопчиков и юнаков Светлогорской детской школы «Мастатство» отримал запрошение принять удел одразу в двух буйных международных конкурсах – хоровой олимпиаде в Сочи и фестивале хоровых коллективов в Польском Белостоке. А сегодня хор выступит перед запрошенными на областное свято с нагодой Дня Мати. Наши корреспонденты наведали репетицию одиного на Гомельщине хорового коллектива, в складе якого только хлопчики. Два годы тому Светлогорская школа «Мастатство» означила свой 50-годовый юбилей. Я шипрась два годы. 15-годовый юбилей означать один у Гомельской области узорный хор хлопчиков и юнаков. Наставники кажуть, что молодых людей сегодня у Вогулі тяжко протягнуть до хоровых спевов, а утримать их у коллективе протяглый час задача у Вогулі только для соправных профессионалов. На жаль, в этот день мастатский керавник коллективу Галина Урьевская-Яусюкова отсутничала, але методы ее работы тайны не з'являются. Есть своя специфика работы с мальчишками. Это надо иметь какие-то свойства характера, иметь какую-то волю соответствующую, и чтобы мастерство было технологичное. Если это совпадает, то хор мальчишком состоится, но это очень трудно. В Гомельской области только один хор, мальчишек один, больше нету. Нет этого совпадения. У составе Светлогорского хора хлопчиков и юнаков 36 выканалцев. А маль полова с неполных и шмадзетных семью. Хоть страпить сюды може кожный, были б с дольности. Наставники навыд специально наведують мясцовые школы, шукають таленты. Каппотым з алмаза зробить соправдный бриллиант. Светлогорский хор хлопчиков и юнаков коллектив заслуженный и знакомитый. В активе у знагороды самых престижных конкурсов и фестивалей. Его выступления добро памятаются у России, Германии, Швейцарии и Польши. Правда, сами хлопчики переконаны, что коллекция их узнагород еще далеко не кончатковая. Зараз, например, яны отрымали офицейное запрошение на хоровую Олимпиаду в Сочи. Отколь не мают намеру вертаться без медалей. Вот эти ребята богаче своей душой. Они совершенно по-другому относятся к миру. Несколько трепетно. Они совершенно по-другому относятся к окружающим людям. Они добрее, чище и красивее. Первый наместник начальника управления идеологичной работы культуры по справах молоди гомельского облвыконкама Вольга Антоненко. Станя сегодня гостей телерадо-компании «Гомель». В 18.05 хвилин глядите на телеканале «Беларусь-2» интерактойную программу «Диалог». Онлайн-трансляция доступна на сайте tvrgomel.by. Свои пытания пропонуют и заваги. Вы можете адресовать гостям программы по телефоне «Парамога» эфиру «Гомели» 77-68-45. Сегодня православная церковь означает покров про Святой Богородицы. Это свято пришло на Русь в 12-м стагодзе из Византии и стало одним из самых поважанных. В деньгона годы во всех девуших храмах Гомельской области сегодня пройдут босские литургии. 14-го кострышника православные христиане вспоминают паде 10-го стагодзе, когда Андрею Родевому было заявление Божьей Мати. Отбылось это у одного из храмов Константинополя. После молитвы святая сняла с себя покрова и протягнула над верниками. По водле падания, минавито после отсудовной зьявы, тяжкие военные шассы на той земле изменились на мирные. Паде и да у них шассов со стагодзе в стагодзе передавали традиции иконопису. Это день постный, хотя есть послабление в пище, потому что праздник это великий. А какие традиции вообще, как христианин должен проводить тот или иной праздник? Ну, во-первых, любой праздник для нас отводится церковью, в первую очередь для того, чтобы мы в этот день пришли в храм Божий, помолились и провели в целом этот день в богоугодных делах. Свято Покрова про Святой Богородицы усталеваны в русской церкви в 12-м стагодзе. У нашей республицы Покровус упадает с Днем Мати. На сегодня Беларусь, одинная краина в свете, где излучшены эти два значные святые. И на этом Поколе Сёзд разведем подействие, сошите по наших выпусках. А я с вами разведываюсь. До повышения. Редактор субтитров А.Семкин